Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Второзаконие» И сегодня обратимся к трем стихам 24 главы книги «Второзаконие» Не обижай наемника, бедного из нищих, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. «В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее, то есть платы, душа его, чтобы он не возопил на тебя ко Господу и не было бы на тебе греха». Вот такое простое слово о том, что наемнику нужно платить. Ну, по традиции многих, скажем, даже недалеко и не южных, и сейчас есть и регионы, и обстоятельства, и особые действия, когда, собственно, человек выполняет некую разовую работу, и плата ему дается в конце рабочего дня. Но в целом это, конечно, сейчас происходит либо в конце недели, либо в конце месяца. Это не суть, важно. Важно не то, отдаем ему зарплату в конце дня или в конце месяца, важно, что мы должны ее отдать. Мы договаривались с человеком об определенной оплате. Вот эту оплату, которую мы ему обещали, мы просто должны ему дать. Вот, собственно, все слово и все правила. Ну, понятно, что это регулируется каким-то там, я не специалист в этом плане, каким-то законодательством, административным правом, трудовым правом, вот, множествами разными подзаконными актами и все такое прочее. Но мы-то знаем, что если никаких договоров не составлено, то, собственно говоря, и ничего доказать невозможно. И каждый знает множество, великое множество историй, когда не только к тем, кого здесь слово Божие называют пришельцы, но и совсем нормальным, к доморощенным местным жителям работодатель часто относится именно так. Он не платит ту зарплату, которую заплатить обещал. И вот эта незадолженность по зарплате, вызванная необъективными причинами, такое тоже бывает, но важно понимать, что если, скажем, в силу экономического кризиса зарплату не получает рабочий, то ее не получает никто. Если же, скажем, руководитель получает, а все остальные нет, то это нарушение заповеди. Либо, если, ну, объективные условия, да, говорят, что кризис, плохо всем, тогда тот небольшой доход, который есть, должен быть равномерно распределен на всех. Тогда будет справедливо. И Бог не прогневается. Но если никаких стихийных бедствий нет, никакой катастрофы, кризиса нет, а зарплату мы просто не хотим платить, потому что нам жалко, тогда мы ставим Бога против себя. И очень много проблем нашей обычной народной, общественной жизни вытекает именно из того, что человек, обещавший платить, не платит. Человек, который труд использовал, а за него не заплатил, этот человек будет, несомненно, наказан. Наказан еще здесь. Потому что он нарушил не закон, он нарушил правила справедливости. А на защите справедливости всегда стоит суд. И если суд не защищает справедливость, если суд перестал выполнять эту важную функцию и больше не является инструментом правды, то тогда на защиту справедливости встает Бог. Если некий работодатель смог договориться в суде, чтобы делу не дали ход или чтобы его оправдали, то это не значит, что он также сможет договориться с Богом. Об этом очень пафосно и очень проникновенно, очень давно, почти 200 лет назад, сказал в своих бессмертных стихах Михаил Юрьевич Лермонтов. Но есть и Божий суд. Он не подвластен звону златы. И так далее. Каждый это учил в школе и знает, что там дальше написано. Это не поэтические слова. Это факт жизни человека на земле. Если человек не поступает справедливо, обещав плату наемника и не давая ее, если суд не стоит на защите этого обиженного человека, то тогда в дело вступает Бог. И именно поэтому происходят социальные потрясения, революции, катастрофы, уничтожающие то или иное, вдруг оказывающиеся кому-то вполне реальному человеку принадлежащим. Ничто никогда не происходит случайно. И когда бывает, например, такое, сплошь и рядом, вот скажем, постигло наводнение какой-то, населенный пункт, а один дом не затопило. А почему затопило все дома? А в каждом из этих домов какая-то своя история. Кому-то это нужно для того, чтобы пережить подвиг Иова. Кому-то это нужно для того, чтобы возложить надежду на Бог. А у кого-то это потому, что он построил забор, использовав труп человека, а денег не заплатил. А этот вывез картошку, а деньги за нее не заплатил. А этот купил себе хороший брус, а заплатил как за плохой. Это наше повседневное, постоянное лукавство и обман, чтобы где-то сэкономить, где-то что-то вот, каким-то образом не быть честным в отношении к тем людям, которым мы что-то обещали. Если мы нанимаем человека на работу и говорим, брат, у меня нет денег, я тебя покормлю, ты будешь работать за прокорм? И человек поработал, мы ничего ему не должны. Он знал, на что идет, и работал за то, чтобы просто покормиться. Или за то, чтобы переночевать. Или за то, чтобы ему дали одежду. Но этот договор должен быть, это слово, оно должно прозвучать в начале. Я использую твой труд, и я обещаю тебе дать то или другое. Или не обещаю ничего, мне нужна помощь, помоги. И человек идет, помогает, знает, что ничего не будет. Ну, надо же помогать людям, и он помогает. Но если мы обещали нечто и не дали человеку, то тогда мы вызываем гнев Божий. И в духе этого постановления книги Второзакония Пророк Малахия пишет, 3 глава, 5 стих. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельцев. И меня не боятся», говорит Господь Савов. Странным образом. Конечно, что может быть хуже колдунов, чародеев, экстрасенсов и всех там людей, общающихся с бесовской силой. Но здесь вот эти вот отъявленные, преданные врагу, преданные силам зла люди поставлены в один ряд с теми, кто удерживает плату у наемника, притесняют вдову и сироту, удерживают плату у наемника, человек, обижающий сироту, и работодатель, не заплативший зарплату. Или колдун, наславший порчу на своего соседа. Они в одном ряду. И если каждый человек считает, что обижать сироту – это никуда не годно, колдовать – это просто, но опасно для жизни, то пусть он подумает о том, что в этом ряду стоит и человек, удерживающий оплату наемного труда. Вообще же, в Библии оговорено несколько социальных категорий, которые находятся под особой защитой Бога, обижать которых категорически запрещено, табуированно, как мы в одной из наших бесед говорили. Это вдовы, сироты и пришельцы. Почему? В принципе, это может быть любой обездоленный, нищий человек. Это люди, у которых нет никакой иной социальной базы и социальной опоры. Им не на кого надеяться. Они чужие в этой земле и всего боятся. У них нет диаспоры, у них нет покровительства их земляков, их родины, их родни. Они одни здесь, странники. Они пришли и не на что. Они абсолютно бесправны, беззащитны. У них нет никаких социальных гарантий, никакого социального или родового покровительства. Если есть, то они уже не пришельцы. Если у них есть местная диаспора, которая за них заступается, это уже не пришельцы. Если есть люди, которые могут прийти в полицию или в суд и за них заступиться, это уже не пришельцы. Если за этих людей кто-то может защитить или за них заступиться, это уже не обездоленная категория. Речь идет именно о тех людях, за которых заступаться некому. Вдова, у которой нет ни одного мужчины в доме, ни одного покровителя, никакой защиты, и сирота, у которого нет семьи, который просто живет на улице, всеми брошенный, никому не нужен, или чужестранец, пришедший в эту землю, и который может убить любой, и никто даже не спросит ни имени, ни фамилии, ни рода, и никто не заступится за него. Вот за этих людей. Именно за этих. Не просто причисление человека к той или иной категории, а именно его безусловная, априорная беззащитность, отсутствие покровителей, связей, рода, защиты, вот такой человек, он автоматически попадает под защиту Бог. Вот за таких людей защищается и заступается Бог. Он берет их под свою защиту, и вот тогда страшно обидеть такого человека. Не просто слабого человека, а страшно обидеть человека беззащитного. Человека, которого мы обижаем именно потому, что знаем, да никто за него не заступится. И вот тогда бойтесь, люди, если вы обидели беззащитного человека. Бойтесь, что вы обидели человека, за которого, по вашему мнению, заступиться некому. Потому что, как только вы подумали по мысли, что, а, он все равно никому не нужен. Никто же его не найдет, никто за него не будет ходатайствовать. Вы тут же автоматически своим врагом делаете Бог. Вы вызываете Божий огонь на себе. И совершенно не важно, в каком социально-этнической группе вы сами относитесь. Если вы причиняете зло человеку именно в надежде, что за него никто не заступится, то значит, за него заступится Бог. Ибо ни один человек не является в принципе беззащитным. Нет такого человека в мире, никогда не было и никогда не будет. Это дети Божьи, все до единого. И он ставит каждого под защиту других людей. Если находится человек, лишенный защиты других людей, то знайте, этот человек защищаем Богом. И нельзя причинить ему зла. Это худшее, что может с подобными людьми произойти. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok